Очередное жаркое утро в Мемфисе, Египет. Как только солнечные лучи касаются Нила, Песешет встает проверять свои запасы. Мед, чеснок, тмин, листья акации, кедровое масло. Все это необходимо ей для того, чтобы лечить пациентов. Песешет – врач, и чтобы стать им, ей пришлось научиться ремеслу писаря, чтобы изучить сохранившиеся древние медицинские папирусы в Пер-Ахне, Доме Жизни. Сейчас она учит здесь своих учеников, но перед чтением лекций она должна осмотреть больного. Один из строителей, работающих над храмом, повредил свою руку. Когда Песешет пришла, она увидела, что у пациента сломана рука, но что еще хуже, кость раздроблена на несколько кусочков, Песешет перевязывает руку и ограничивает ее движение. Следующая остановка – Дом Жизни, но по дороге Песешет останавливает женщина. Ее сына ужалил Скорпион. Подобные укусы уже встречались врачу, и Песешет знает, что нужно делать. Она должна произнести заклинание, чтобы отменить действие яда. Она начинает произносить его, взывая Кселкет, покровительницы врачей и богини ядовитых существ. Песешет произносит заклинание, словно она и есть Селкет. Ведь только так можно добиться наибольших шансов на успех. Произнося последнюю строку, она берет нож и прокалывает укус, избавляясь от яда. После чего Песешет собирается в дорогу. Как вдруг женщина задает ей еще один вопрос. Она хочет узнать, беременна ли она. Песешет рассказывает ей о безопасном тесте на беременность. Нужно посадить два семя, ячмень и эмир. Затем нужно мочиться на семена каждый день. Если семена взрастут, она беременна. Взросший ячмень укажет на ребенка мальчика, а эмир на девочку. Также Песешет порекомендовала молиться Хадхор, богине плодородия. Наконец, добравшись до дома жизни, она встретила доктора-священника Эсесси и вежливо его поприветствовала. Песешет не завидует его работе. Ведь с египетского его должность переводится как хранитель ануса. Сам же дом жизни снизу доверху забит книгами. В нем толпятся священники, врачи и студенты. Также здесь хранятся абсолютно все папирусы, а не только медицинские. Сын Песешет, Ахитхотеп, трудится над переписыванием папирусов. Вскоре он станет писарем. У него хорошее будущее, но допущен до обучения он был лишь потому, что его мать писарь, как и ее отец. Если никто из семьи не обладал этой профессией, то мальчику попасть в нее крайне сложно, а девочке и вовсе невозможно. Также Песешет присматривает за всеми врачами и интернами женского пола. У мужчин есть свой куратор, поэтому мужчина-врач не станет беседовать с женщиной. Сегодня Песешет преподает анатомию. Она рассказывает студентам о мету, сосудах тела, которые переносят кровь, воздух, мочу и даже злые духи. И вот Песешет собирается уходить, как вдруг у двери к ней обращается бледная худая женщина с просьбой ее осмотреть. Она показывает врачу огромную шишку на руке. Песешет определяет, что это воспаление появилось совсем недавно. Она много читала о подобном недуге, но никогда не встречалась с ним лично. Для этой опухоли не существует ни лечения, ни заклинания, а все советы гласят одно – ничего не делать. Сообщив плохие новости больной, Песешет выходит на улицу. Спускаясь по ступенькам, она слегка приостанавливается, любуясь видом на город. Несмотря на ее усердную работу, всегда будут люди, которым невозможно помочь. Но Песешет некогда горевать. Уже через несколько недель случится очередное наводнение Нила, которое подарит не только урожай плодов, но и урожай новых пациентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова